приветствую друзья на связи роман душкин и мой канал душкин объяснит сегодня у нас пятница и поэтому мы будем объяснять функциональное программирование по пятницам я рассказываю про функциональное программирование и вообще про программирование в хороших идиомах поэтому если вы впервые на моем канале то подключайтесь к нему ставьте колокольчик по предпочтениям или вообще колокольчик поскольку на своем канале я объясняю разные высокотехнологичные темы а по устресениям позволяю себе немножко по философски и сегодня у нас новая тема в рамках функционального программирования которое называется частичное применение частичное применение это идиома исключительно функционального программирования я не знаю оперативных языков которым это было бы реализовано и давайте посмотрим что это такое те кто смотрит меня давно уже знают что такое что такой функциональный тип поскольку функции в языке хаскел а мы рассматриваем функциональное программирование именно на языке хаскел да кто вдруг не знает я являюсь автором первого первой книги на русском языке про хаскел которая полностью рассматривает весь язык даже несколько таких ним было и целое поколение программистов выросло на них то вот в языке хаскел есть функциональный тип это тип функции а функции в языке хаскел является first class citizen то есть сущностями вышел порядка которые могут передаваться в качестве параметра другим функциям функциональным типом является тип вида из а в b то есть у нас есть некая функция которая из некого типа а в б переслайд ну вот этот б тоже может быть свою очередь функциональный тип то есть это может быть вот такой из а в а1 в б и так далее то есть если у нас есть стрелочка у нас функциональный это значит что функция принимает параметр единственный параметр типа а и возвращает параметр ну вот в этом случае за в б то есть возвращать функцию это кстати напоминаю называется карьерами карьерами так вот что же такое частичное применение мы с ним уже знакомы если у нас есть функция у которой более чем один аргумент но который с точки зрения языка хаскел представляет собой всегда функцию одного аргумента просто если не более одного аргумента это она возвращает функцию с количеством аргументов на один меньше то мы можем осуществить вот это частичное применение и вспоминаете я показывал вам функцию pink то есть инкремент функция инк имеет тип из инталлент который записывается вот так пинг равно плюс один что это значит это значит что функция инкремента это вызов функции плюс то есть операция плюс операция плюс на записываться как как int в int в int, то есть это функция от двух целочисленных параметров, которые возвращают еще один параметр. Но если мы вот этот функциональный тип распишем, то у нас получится int в int в int. Вот так вот. То есть применив один аргумент к операции плюс, которая функция, мы получаем функцию, которая получает на вход один аргумент и возвращает результат. Аргумент типа int и результат типа int. И получается, что функция инкремента – это применение операции плюс первым операндом, который является единичка. Вот и все. Помните функцию map? Функция map принимает функцию из а в b вторым параметром. Она принимает список элементов типа а, возвращается из элементов типа b. Перепишем этот тип в карированном виде. То есть функция map принимает первым аргументом, первым и единственным аргументом функцию и возвращает тоже функцию. И посмотрите, как это прикольно выглядит. Функция map – это функция от одного аргумента. Этим аргументом является функция, которая преобразует тип а в тип b. И функция map превращает эту функцию в другую функцию, которая принимает на вход список элементов типа а и преобразует его в список элементов типа b. Это функциональная магия. Давайте посмотрим, как это работает. Как вы думаете, если мы запишем в языке Хаскева вот такое выражение? Map плюс один. То есть вот это у нас что? Это у нас инкремент. Мы так назвали. Но мы не будем писать инкремент, мы просто напишем плюс один. Ну, вернее, даже можно написать map inc. Вот что будет это за такое? Подумайте. Если у нас инк имеет тип из инта в инт, то, соответственно, map inc, вот это вот выражение, будет иметь тип из инта из списка целых чисел в список целых чисел. Таким образом, это выражение, из него получится функция, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает список целых чисел. И результирующий список целых чисел будет содержать числа, каждый из которых на единицу больше, чем числа в предыдущем списке, который был передан на вход функции map inc. Да, давайте попробуем. Сейчас я остановлю демонстрацию и запущу демонстрацию экрана, где, соответственно... Так, запускаю демонстрацию экрана. Давайте. Что это такое за цитаты? Давайте создадим новый файл. Назовем map inc.hs.hs. И запускаем этот файл. Так, вы должны видеть интерпретатора GHCI, и он пытается подгрузить файл map inc. Так, вот все, подгрузился. Так, файл полстой, поэтому мы его вызовем на редактирование. Вот, пишем модуль. Модуля. Map inc. Помните, модули должны начинаться с большой буквы. Определяем функцию inc. Итак, функция inc – это плюс один. Теперь определяем функцию map inc. Вот так. Этого достаточно. Напоминаю, что типы... Так, сохраняем. Типы язык Haskell выведет автоматически. Вуаля. Посмотрим. У нас есть функция inc. У нее тип из интеджера в интеджер. И у нас есть функция map inc. Как вы и должны были понять, она имеет тип из списка целых чисел в список целых чисел. Давайте посмотрим, как она работает. Вызовем сначала функцию inc. Inc с нулем. Вуаля. Конечно же, не. Inc с единицей. Доволька. Пробуем. Map. Inc. Давайте список целых чисел от 1 до 10. Что исследовал ожидать? Посмотрим еще раз на код. Смотрите. Здесь у нас идиома частичного применения. То есть мы применяем функции не полностью. Не все аргументы, которые ожидаются от функции, мы передаем. То есть если функция плюс, операция плюс, ожидает на вход два элемента, два параметра, и это обычно во всех языках программирования, то в языке Haskell операции плюс, которая на самом деле функция, можно передать один параметр. И результатом этого частичного применения будет функция, которая будет ожидать второй параметр. И будет прибавлять первый. ко второму параметру. Соответственно, если мы посмотрим частичное применение к функции map, то это как раз та самая функциональная магия, которую я вам хотел показать. Вот эта вот функция, частичное применение. Помните, функция map ожидает два параметра. Первым параметром функцию, вторым параметром список. Но если мы делаем частичное применение и даем первым параметрам только функцию, то в этом случае функция map при частичном применении возвращает другую функцию, которая ожидает на вход новый параметр. И вот это частичное применение функции map.inc возвращает функцию, которая ожидает на вход список целых чисел и возвращает список целых чисел. И я только что показал вам, как оно работает. Ну что ж, надеюсь, эта идиома функционального программирования вас увлекла. Напишите в комментариях, существуют ли такие идиомы в ваших языках программирования, на которых вы осуществляете обычную разработку. Думаю, что это императивные языки, как они там Java или Pascal. Ну и, соответственно, напишите, насколько вам понравилось то, как в языке Haskell можно выражать операции вот в этом стиле. Ну что ж, с вами был Роман Бушкин. Подписывайтесь на канал, оставайтесь на связи. Ну а я пока прощаюсь с вами, но до завтрашнего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok